Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим знаменитую партию, которая в свое время произвела эффект разорвавшейся бомбы. Речь пойдет о партии 11-го чемпиона мира Роберта Фишера, которую он сыграл на Кубе в 1965 году. Это был мемориал Капабланки, и я немножечко оговорился. На самом деле Роберт Фишер играл в том турнире, проводимом в Гаване, но на Кубе не был. Дело в том, что в то время, напомню, политические отношения между Кубой и Соединенными Штатами Америки были весьма напряженными, поэтому Госдепартамент США разрешения Фишеру для поездки на Кубу не дал. Но Роберт Фишер очень хотел сыграть в этом турнире, поэтому нашли выход. Фишер играл в своей партии по телефону. Во время партии Фишер находился в Нью-Йорке, обдумывал свой ход. Тут у него также шли часы, как и у его соперника, находящегося в Гаване. Секундантом Фишера в Нью-Йорке был гроссмейстер Артур Бизгайер, а, соответственно, соперника Фишера в Гаване, Хосе Рауль Капабланка-младший, то есть сын легендарного третьего чемпиона мира. И вот в 18-м туре Роберту Фишеру, молодой звезде мировых шахмат, противостоял малоизвестный на Западе гроссмейстер из Советского Союза Ратмир Дмитриевич Холмов. Этот шахматист очень упорный, выиграть у него было задачей чрезвычайно сложной, даже для таких маститых чемпионов, как Петросян, Карпов, Спаский. И вот Фишеру в очередной партии нужно было раскусить этот очень крепкий орешек. Напомню, что в предыдущем 17-м туре Роберт Фишер потерпел болезненное поражение от Ефима Геллера, поэтому на данную партию вышел с желанием победить во что бы то ни стало. Но и Ратмир Холмов тоже припас пару козырей в рукаве. В итоге получилась очень интересная партия, которая затем обрела мировую известность. Итак, Е4, пошел Фишер в ответ Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5. Испанская партия, А6 играют черные, слон А4 и конь Ф6. Без особых отклонений соперники разыгрывают главный вариант системы Чегорина в испанке. 2-0, слон Е7, ладья Е1 и Б5. Слон Б3, 2-0, С3 и Д6. Х3, конь А5, слон С2 и С5. Д4, ферзь С7. В этой позиции белые играют конь БД2. И в данном положении весьма неплохой является система с предварительным разменом на Д4 и уж потом конь С6. Создавая давление на пешку Д4 и намереваясь использовать линию С для создания контр-игры на ферзьевом фланге в противовес атаке белых на фланге королевском. Но в то время довольно модным был ход конь С6 без размена на Д4. И в этом положении два великих чемпиона, 11-й Роберт Фишер и 12-й Анатолий Карпов расходились во мнениях, как же здесь играть белые. Карпов очень любил закрывать позицию, играя Д5. И в его знаменитой партии против Унцикера далее была конь Д8, А4. В итоге Анатолию Карпову удалось зажать позицию соперника и фактически, не имея ни одного полезного хода, Унцикера в конце концов признал свое поражение. Но в нашем поединке Роберт Фишер поступает иначе. Он забирает на С5 и после взятия на доске образовалась открытая линия Д, которую в дальнейшем соперники, конечно, хотят использовать для маневров тяжелых фигур. Конь Ф1. Играют белые слон Е6, конь Е3, присматриваясь не только к полю Ф5, но и к полю Д5. Ладья АД8 и ферзь Е2. Стоит напомнить, что в то время в этой позиции, которая десятки раз встречалась в практике сильных шахматистов, черные обычно играли Ж6 и после конь Ж5 отходили на С8. Например, так было в партии Алексея Суэтина 1951 года. Но Ратмир Холмов играет С4. Это новый ход. Таким образом, он освобождает поле С5 для своего слона. И, что очень важно, берет под контроль поле Д3. В этой позиции впоследствии стали уже играть кони в 5. Например, сам Роберт Фишер против Альберика О'Келли в 1970 году сыграл именно так и добился победы. Но тогда, столкнувшись с новым ходом, он избирает шаблонное конь Ж5. Но, что интересно, черные не отступают своим слоном на С8, как было в партии Суэтина, а даже подгоняют белых, провоцируя их на взятие на Е6. Фишер, конечно, забирает и после хода ФЕ оказывается, что черные пешки не так уж слабы. Дело в том, что пешка Е6 взяла под контроль два поля Д5 и Ф5, куда стремился белый конь. И, потеряв ориентиры, Роберт Фишер задумался аж на целых полчаса. В практике 11-го чемпиона мира, который обычно быстро схватывал суть позиции и никогда не думал над ходом достаточно долго, это очень редкий случай. В данной ситуации неплохим решением было бы Б3, как впоследствии играл Милан Матуллович. Также интересно А4, намереваясь вскрыть линию для своей ладьи. Но Роберт Фишер играет Б4. И это очень серьезная ошибка, которая ставит партию на грань поражения. Дело в том, что Ратмир Холмов своим следующим ходом наносит сокрушительный удар по позиции соперника, поставив коня в центр под бой белой пешки. Как впоследствии признавался сам Ратмир Дмитриевич, данный ход ему подсказал за день до партии Василий Смыслов, который на том турнире остро конкурировал с Фишером за первое место. Сейчас под боем ферзь и слон. Понятно, что белопольника отдавать не нужно, поэтому забираем коня, но после хода ЕД под боем оказался конь. Если он отступит, последует Д3, пешечная вилка, и белопольник все же погибает. Скорее всего Фишер не прозевал, а видел эту жертву коня, но все-таки недооценил ее, намереваясь в этой ситуации сыграть Е5. Дело в том, что если забрать пешку на Е5, то следует удар коня в 5, и на взятие на Е2 промежуточный шаг на Е7. Король Ф7 забрали, Д3, сильнейшее решение, конь С6. Ну и дальше вот такая интересная позиция. Бьем на Е2, забираем на Д8 с шагом слон Е3, предотвращая превращение пешки конь Д5. Черные напали на слона и пешку, и видимо здесь придется белым расстаться с пешкой Б4. У черных будет 3 пешки за отданную легкую фигуру, потому что слон С5 проигрывает, ввиду конь С3. Но конечно на Е5 незачем торопиться со взятием, просто Д3 и у черных уже подавляющая позиция. Далее такой вариант. Взятие слон Ф6, напали на ладью, а также двойной удар на С2 и Е2. Ферзь Ж4 забрали, Ферзь Е6 шаг, разменялись, перешли в Эншпиль. Что интересно, после слона Д1 черная пешка наносит еще одну вилку, и здесь уже ее нужно забирать. Забрали ладьей слон Х5, Ж6, скушали, съели. В итоге белые без качества в безнадежной позиции. Поэтому Роберт Фишер заранее защитил находящуюся под боем пешку Б4 ходом А3. И здесь конечно черные не должны брать на Е3, так как после слона Е3 у белых все в порядке. Позиция примерно равна. Холмов конечно же продвинул свою пешку на Д3, напав на белопольного слона и Ферзя. И здесь уже приходится забирать ладья Д3. У черных ясное преимущество, защищенная проходная на Ферзьевом фланге, но в то же время как пешка белых слаба. В этой позиции можно было отступить конем на Ф1, сохранив побольше фигур. Но Роберт Фишер решил коней разменять, чем только ухудшил свою позицию. Король Х7, неторопливый ход, который предоставляет выбор сопернику. Конечно можно забрать на Ф6 и дальше пойти Е5, но пешка на Е5 стала еще слабее. Ферзь Е4 связка, Король Ж8. Ну и тут действительно черные постепенно окучивают пешку Е5. Если выдвинуть пешку на Ф4, еще больше ослабляется король. В общем здесь у черных очень серьезный перевес. Но в партии белые сразу поставили пешку на Е5, разменялись. Белые прежде всего сыграли Ф4, но на самом деле этот маневр особо ничего не дает. Только Ж6 сыграли черные, укрепив поле Ф5. И после взятия ладья Ф5, прикрывая пешку на Е6 и нападая на Е5. Ферзь Е4 защита, Ферзь Д7. Черные контролируют единственную открытую линию на доске, что определяет их колоссальное позиционное преимущество. Белым еще нужно доразвиться. Слон Е3 играет здесь Фишер и Ратмир Холмов ставит Ферзя на Д5. Очень техничное решение. Понимая, что в Эншпиле их преимущество будет еще больше, черные предлагают разменять Ферзей. Ферзь бьет Д5 и в этой позиции черные могли забрать на Д5 пешкой. Но тогда после слон С5 взяли-взяли, белые неожиданно активизируются. Проходная пешка Е достаточно сильна. Не нужно забывать и о пешке С, которая также является проходной. Ладья черных на Д3 стоит вроде бы сильно, но на самом деле она не может быстро противодействовать продвижению белых пешек. Конечно, можно сыграть ладья Ф8, дальше ладья Е8. Но и у белых есть шанс активизировать свою ферзевую ладью. В общем, здесь преимущество черных не такое ясное. В партии Радмир Холмов сделал свой ход ладья бьет Д5 практически моментально. Таким образом, он, избрав безопасное продолжение, играет на слабость пешки Е5. Ф4, Ж5, подрыв, Ж3, взяли-взяли и ладья на Ф5 оказалась в стесненной ситуации. Поэтому ладья Ф8, имея в виду перевод ладьи на линию Ж. Король Ж2, король Ж6, ладья Ж1, ладья Д3, нападая на слона, вскрытый шаг и здесь черные играют очень смело. Король Ф5. Конечно, такое положение короля внушает некоторые опасения. Где-то может мат на Ж5 прилететь. Но Радмир Холмов учел все нюансы. Ладья Ж7, нападая на слона, тот отходит на Д8 с идеей слон Б6. В этой позиции ход ладья АЖ1 с целью поставить мат королю черных не проходил. Тогда белые, поставив одну из ладей на Ж5 и забрав второй, объявляли мат. Но, конечно, здесь можно просто забрать на Е3 и дать шаг. После чего партия переходит в абсолютно безнадежное для белых ладейное окончание. Угрожает ладья Д3. Как раз белый король сейчас находится в неудачной позиции. Поэтому здесь белые сыграли ладья Б7, защищаясь от слона Б6, ладья Ж8. Обе открытые линии под контролем черных ладей. В этой позиции сильнейшим решением было ладья Ф7. Король Ж6, ладья Б7. И для того, чтобы достичь прогресса, королю нужно отправиться на край доски. Ладья А2, ладья Ж1 с целью атаковать пешку Х3 как королем, так и ладьей. Черные сохраняли большой перевес, но все-таки пока что ясного выигрыша не видно. А в партии был сделан намного более слабый ход. Ладья Б8. Вроде бы как связывая слона, но после ладья Ж7 слон защищен другой ладьей. И им уже можно отскочить. Например, неплохая идея слон Х4 и дальше ладья Ж3 с выигрышем слона белых. А4 сыграл здесь Фишер. Старается активизировать свою ладью. Х5 АБ АБ. Если пойти ладья АА8, напав на слона, то черные играют Х4. И после ладья Д8 дают шаг, забирают ладьей на Е3. Далее король Е4 на шаг ладья Ф8. И, конечно же, пешка на Х3 потеряется. Пешка С по-прежнему сильна. Черные здесь побеждают. Поэтому Фишер забрал на Б5 слон Х4 с угрозой ладья Ж3, король Е2. Ладья Ж2, король Ф1 и ладья Х2. Король белых находится в очень пассивной позиции. Слон на Е3 под ударом. Ладья Х1 тоже неприятный ресурс. Если пойти слон Ж1, то ладья Ф3. И просто здесь черные выигрывают слона после слона Ф2 и быстро ставят мат. Поэтому король Ж1 сыграл Фишер, но ладья Е2. Ратмир Холмов очень точен в добивании. Слон Б6, С3. Наконец вперед пошла проходная черных. Король Ф1 и ладья Х2. В этой безнадежной для себя ситуации Роберт Фишер признал поражение. Как пишет Эдмор Миднис, в этой позиции могло последовать. Король Ж1, далее ладья ДН3, имея в виду ход ладья Х1. Ладья БА5, защищая ладью. С2, Б5 и далее ладья Х1. На король Ж2 еще один шаг. Король Ф3, С1 ферзь. И черные остаются с лишней ладьей. Таким образом, это поражение стало вторым подряд в этом турнире. Проиграв Геллеру и Холмову, Фишер очень сильно затруднил себя борьбу за первое место. И в итоге все-таки половинки очка ему не хватило. Первое место занял Василий Смыслов. Хотя в личной встрече Роберт Фишер сумел обыграть Василия Смыслова. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забудьте поставить лайк. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.